Компания Valve представила Steam Deck 15 июля 2021 года. Это портативный игровой компьютер, позволяющий играть во множество игр, которые есть на ПК. По мощности он схож с PlayStation 4, а по дизайну с Nintendo Switch. Хотя на самом-то деле они даже не конкуренты. Начиная с того, что Switch забирает аудиторию гораздо шире и моложе, а Steam целит именно в гиков и фанатов игр. Тут всё гораздо серьёзнее. Но давайте вернёмся в прошлое. Прежде чем выпустить Steam Deck, Valve в 2015 году анонсировали Steam Machine. Он должен был стать конкурентом Xbox и PlayStation. Но этого не случилось. За годы было продано меньше полумиллиона устройств. Причиной было минимальное количество игр, багнутая операционка и высокая цена. В апреле 2018 года Valve свернули этот проект. Но уже в июне 2019 года появляется на свет VR Valve Index. Он уже гораздо успешнее и пользуется большим спросом, хоть и не занял даже топ-3 рынка. По некоторой информации, за первый год было продано более 150 тысяч копий. Также на количество продаж повлияла публикация игры Half-Life Alyx, которая была доступна только для VR. Фанаты радостно приняли игру и кинулись закупаться индексом. В итоге Valve оказались в кураже и наконец-то получили положительную реакцию от комьюнити от их офлайн девайсов. Возвращаясь к Steam Deck'у, его нельзя было купить в магазине. Был только предзаказ, который ждать приходилось полгода. Это дикий тайминг, но сегодня всё изменилось. Пару часов назад была объявлена адекватная серийная продажа спустя год. Не думаю, что в СНГ его будет дёшево забрать, но в Европе и США цена очень комфортная. 400 долларов за самый бюджетный вариант. У нас же эту цифру можно смело умножать почти на 2. К счастью, я знаком с Максимом Полетаевым с канала GapFollower, который любезно поделился консолью для этого ролика. Благодарочка от всей души. Да, просто слово Valve, но насколько это выглядит охуенно. Это уже второй девайс, который у меня в руках от этих ребят. Сначала у меня был Valve Index, VR, а сейчас Valve Steam Deck. Если с индексом у них было название более-менее, то сейчас оно спорное. Когда я заикаюсь про этот девайс, все думают, что я приобрёл вот это. Но нет, ребята, это Stream Deck. Да, разница только в одной букве, а настолько кардинально большая разница в продуктах. Сегодня я оценю, что это такое. Точнее, я уже оценил, я ночью играл, на улице даже играл. Я кайфанул. И сейчас я вам объясню, почему это произошло. А возможно, сегодня я разочаруюсь. Потому что будет большая нагрузка. Будем убивать эту консоль. Ребятки, в названии Steam Deck 9 букв. Поэтому попрошу вас набрать 9000 лайков за 9 часов. Погнали! Погнали смотреть, что это за махина. И зачем она вообще существует. Вот такая вот у нас получается история. Выглядит громоздко. И это по факту. Она большая. Но на самом деле вес маленький. Играть, пользоваться, рука не устает. Всё очень даже комфортно. Хотя у меня эта консоль всего один день. И возможно, мой экспириенс ещё неоднозначный. Давайте её запускать. Нас встречает логотип Steam Deck. Нет, он нас не встретил. Господи, ну ладно. Как вы можете заметить, тут есть CS GO. GTA 5. Rocket League. И это всё не кликбейты. Это ещё начало. Всё, что вы сейчас видите, уже игралось на этом Steam Deck. Сегодня мы протестируем несколько игр. Посмотрим, какой будет FPS. Ну и понятное дело, наш самый большой акцент будет именно на CS GO. Потому что в CS GO мы будем пытаться выигрывать. И учиться, как правильно стрелять. Но перед тем, как запустить CS GO, я хочу вам показать то, что это не просто консоль, как Nintendo Switch. Здесь есть своя операционка. И это Linux. Я нажимаю на Steam и спускаюсь до отключения. И перехожу на Switch to Desktop. И здесь открывается абсолютно другая консоль. Я только сегодня об этом узнал. Здесь можно пользоваться отдельным ПК. Понятное дело, мы будем заходить на YouTube. Потому что что ещё делать обычному пользователю на Steam Deck? И давайте включим любой ролик, и вы увидите, насколько это всё быстро работает. Я перематываю. Часовой ролик. Перематываю ещё раз. И всё очень быстро работает. 60 Гц. Здесь можно запустить CS GO, кстати. CS GO! И сразу надграф. Это просто ленингарно. Кстати, мой конфиг я не скачивал. А здесь по клауду всё загрузилось само. Просто прекрасно. Steam Cloud это чудо. Справа у нас это мышь. А слева это вперёд-назад-налево и направо. Но я на самом деле пользуюсь вот этим джойстиком. Он как-то комфортнее. Как вы можете заметить, двигая консолью, я управляю камерой. Это всё потому, что тут включён гироскоп. И он включён по умолчанию. Сказать, что это неудобно, я не скажу. Стреляйте у нас на кнопке, как на пластэшке. Это вот сюда. Давайте найдём то, что есть с прицелом. Это у нас аук. И верхняя левая кнопка отвечает за прицел. То же самое и на аликах. А вот, кстати, в этом виде я не могу прицелиться в челла. Но, используя гироскоп, я навожусь и делаю аккуратный килл. Да, это непривычно видеть. Я сижу за столом и смотрю просто вниз. Но это всё прекрасно. Это очень интересно выглядит. Давайте проверять, сколько здесь будет фпс. Прежде чем я нажму, напишите в комментариях вашу ставку. Сколько здесь будет фпс. Фпс, я думаю, средняк это 90, либо 85. 85, моя ставка. Погнали. Мы уже видим картину в 120, 100. Кстати, учитывайте, что я сейчас записываю. У меня CSGO в оконном режиме. Включён OBS на той консоли, где никто не ожидал, что такое будет происходить. Поэтому, я думаю, есть смысл провести такой же тест уже без съёмки. Моя ставка... Моя ставка максимально сильно падает. 15 фпс в сумаке. Так, средний фпс, погнали. 67. 67, средний фпс. Я предлагаю проверить это ещё раз без записи. Средний фпс без записи 94. Так, у нас сейчас будет ритейк. Ритейк в фпс 110. А-а-а! Блин, ну, было близко, мне кажется. Ну, этого точно убью. Что? Слушайте, я бы с мышкой такой бой не сделал. Слушайте, прекрасная история сыграть на ритейке. Если поиграть подольше, мне кажется, свой прикол есть. Вот именно на ритейке. Именно на режимах собиршок. То есть, это не реклама. Матчмейкинг, я бы на этом устал бы играть. А поиграть в такие короткие раунды, for fun. Ритейк, я думаю, очень даже... Вот так он каждый день делает. Ну, уже хорошо. Ну, хорошо, хорошо. О, хорошо. Пять-чуть. О, все-все-все. О, хорош, класс. О, хорош, класс. О, хорош, ты дорогой. И сколько? Сколько? Пять-чуть у нас на А. Слушайте, бхоп забагованы. Я предполагаю, что на стим-теке по бхопить у нас не получится. Он просто ничего не делает. Я не могу бегать. Что-то не позволяет стим-теку работать, поэтому бхоперы, к сожалению, не сегодня. Так, прыгаем. Ну что ж. Сюрф. Нет-нет-нет-нет-нет. Ребята. Ребята, вы это видите? Вы это видите? Сюрфить можно. В любое время. В любом месте. Да, это просто прекрасно. Сюрферы, поздравляю. А сейчас КЗ. И давайте посмотрим, насколько это реально. Так, и бегать у нас получается. Прыгать тоже. И, как я понимаю, это все, что нужно на КЗ. Поэтому при фаера могу сказать, что да, это возможно. Так, отлично. Да, вы сможете играть в КЗ. Сидя в туалете. Я не смогу сегодня делать ролик без десматча на Сабиршоке. И тут есть что-то интересное. 100 фпс на 18 человек. Это прекрасные цифры. Либо Сабиршок хороший, либо это консоль. Эх. Сложно. Сложно, сложно. Да, первый килл у нас есть. Как же хорошо пошло. Нет. По фпсу в других играх, кроме CSGO. Да, мы заговорим о других играх. Господи. Там все стабильно по фпсу. Тридцатку вы точно будете получать. GTA 5. God of War. Cyberpunk. И даже. Flight Simulator от Microsoft. Все это вы будете получать с комфортом. Ну, плюс-минус. Да, ладно, где-то помешек, где-то побольше. Но она будет запускаться. И она будет работать плавно. Несмотря на все это дело, ощущение нереальности. Вы только представите GTA 5 в 13-м году, который у тебя в кармане. Мы так говорили про San Andreas в свое время, сейчас про GTA 5. Valve сделали очень большой скачок, который мы должны оценить по факту. Последнее открытие кейса на Steam Deck. Перед возвращением владеюцу. Ах. Некрасиво, да. Ваша реакция? Это охрененная штука. Просто охрененная штука. Покупайте. Покупайте. Не заплатили нам. Очень хотелось бы. Стоит ли это того? Да. Я серьезно настроился на покупку этого девайса. Но сделаю ее только в том случае, если подвернется случай забрать прямо в магазине. Дождаться доставку я не смогу. Это не мое. Классная штука в самолете, в поездках, где нужно таймкилить. По сути, вы покупаете PlayStation 4, которая помещается в карман. И на нее можно поставить винду. Это же прекрасно. Спасибо, что побыл со мной. Надеюсь, тебе понравился материал. Если так, то жду тебя на следующем ролике. Он у тебя на экране. С тобой был я, Эрик Шоков, или же Шок. И до следующего ролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok